МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важность поддержки участников специальной военной операции и их семей неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Трудоустройство участников СВО – важная часть адаптации их к жизни в мирных условиях. Также в Якутии по поручению главы республики Айсена Николаева лица, участвовавшие в специальной военной операции, имеют приоритет при трудоустройстве через службы занятости. Сегодня мы поговорим с Марией Трофимовной Слепцовой, руководителем управления занятости населения городских округов. Здравствуйте. Добрый день. Мария Трофимовна, тема у нас понятна. В том, как в городе Якутск идет работа по содействию приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили, скажем так, прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, ну, а также граждан, у которых прекратились действия заключенного ими контракта о пребывании в добровольческом формировании, а также содействие трудоустройства членов их семей. Это тоже входит в нашу сегодняшнюю тему. Итак, Мария Трофимовна, ну, конечно, они обращаются к вам, да, в службы занятости, все-таки вот в поисках работы. Да, данные участники специальной военной операции, которые вернулись, они обращаются за содействием в поиске работы. К нам обратилось 59 граждан, и на сегодня трудоустроены 24 из них. Трудоустраиваются водителями, охранниками, также специалистами различными, да, спасателям, контролером по драгоценной продукции и так далее. И открывают также самозанятость, и также занимаются предпринимательской деятельностью. Ну, и члены их семей, конечно. Да, и члены их семей тоже к нам обращаются за содействием в поиске работы. Обратилось 50 граждан, из них трудоустроено 22, и трудоустраиваются по таким профессиям, как помощник воспитателя, также и уборщицами, да, трудоустраиваются, воспитателям, бухгалтерам, администраторам, методистам и так далее, и также открывают самозанятость и работают на себя. Ну, конечно, вот интересно узнать, как можно встать на учет для поиска на работу, да, в центре занятости. Вот с 2020 года, вот когда пандемийный период, да, у нас тогда начали подавать заявления на поиск работы в дистанционном порядке, то есть электронно, через интернет. И вот закрепился это уже в законе о занятости с 2022 года. И вот с 2022 года мы принимаем вот заявление на поиск работы только электронно. То есть это через интернет, можно дома сидя, да, можно обращаясь к нам в службу занятости. Вот в городе Якутске, если, допустим, ищут работу, тогда могут обратиться в фронт-офис «Моя работа» по улице Петра Алексеева, 19, дробь 3. Вот приходя к нам, они обязательно должны иметь также и учетную запись в государственных услугах, то есть это логин и пароль. И тогда, значит, мы им помогаем также подать заявление на поиск работы. И если дома сидя, да, тогда они через интернет, вот в поисковике пишут «Работа России». То есть и тогда сразу же портал открывается «Работа России». И вот чтобы зайти в личный кабинет, они вот учетную запись государственных услуг используют. Далее, значит, в первую очередь, когда они заходят вот на портал «Работа России», единую цифровую платформу, да, они смотрят на верхней планке, там есть все сервисы и далее «Мои резюме». Создают в резюме свое по шаблону. Там прямо уже конструктор есть, там сразу бивают свои данные на основании своих документов. Это трудовой книжки, документы о квалификации. И подают, отправляют нам свое резюме. Мы модерируем в течение вот одного рабочего дня, да. И потом они начинают подавать уже заявление на поиск работы. Есть два типа заявления. Это содействие в поиске работы без выплаты пособия по взработице. И есть второй тип – это с выплатой пособия по взработице. Вот здесь вот без выплаты пособия по взработице здесь могут подать также и занятые граждане, то есть на сегодня, которые хотят сменить место работы. И также и пенсионеры, да, и дети, которые, допустим, до 16 лет и так далее, которые сегодня в поисках работы. А те люди, которые имеют прописку, допустим, вот если в городе ищут работу, да, то выбирают якутский центр заинтости, и те, которые имеют прописку только в городе Якутске, его пригороде и жатае, тогда они могут претендовать на выплату пособия. Поэтому с выплатой пособия по взработице подают свое заявление. Так, уважаемые телезрители и радиослушатели, у нас телефоны прямого эфира, я напомню, 32 00 66 и 32 11 66. Если у вас возникнут вопросы, то, пожалуйста, звоните, задавайте их участнику нашей сегодняшней передачи. Вот вы говорили о пособии, да, вот каков размер пособия по безработице сейчас в данное время? Пособие по безработице, вот вообще размер пособия, да, впервые закрепился в новом законе о занятости населения, который вот в этом году вступил в силу. И размер минимального пособия по безработице составлял 1500 рублей, да, и максимальный размер 12 792 рубля. И здесь также нововведением вот нашего нового закона здесь является то, что ежегодно 1 февраля будут индексироваться, то есть увеличиваться пособия по безработице. И вот 1 февраля этого года индексация также вот и пособия по безработице было на 7,4, и стал вот минимальный размер 1611, увеличивается на районный коэффициент. И в городе Якутске вот так как 40%, да, у нас районный коэффициент, и стал 2255 рублей. А максимальный размер пособия по безработице 13 792 рубля, значит, стало, да, и вот увеличенный на районный коэффициент стало 19 235 рублей. Сегодня наша основная тема программы, как вы уже поняли, это вот содействие трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей. Вот вы говорили, Мария Трофимовна, о новой редакции федерального закона, да, а вот как все-таки могут пройти профобучение, по каким профессиям все-таки? Да, вот в новом законе также закрепился приоритет направления на профессиональное обучение и вот как раз данных категорий граждан, да, участников спецвоенной операции и членов их семей. И вот было направлено всего участников специальной военной операции 15 человек, завершили профессиональное обучение 14 человек. В основном обучается также на водителей БЦ-категории, водителя-погрузчика, также на машиниста БелАЗ, бульдезериста и так далее, да. А вот члены их семей было направлено 13, завершили 12, и также обучаются они по таким профессиям, как разработчик веб- и мультимедийных приложений, также бухгалтеры, медицинские сёстры в терапии, воспитатели, менеджер по персоналю, секретарь руководителя и так далее. Ага, оказывается, можно вот обучиться через национальный проект «Демография», да? Да, вот тоже можно обучиться через национальный проект «Демография». Здесь также подаётся через интернет эта заявка, да, и вот когда человек заходит, работа в России, данный портал, да, там есть содействие тоже профессионального обучения через, вот как раз, как вы сказали, национальный проект «Демография». И заходит список образовательных программ есть. Туда, значит, вот заходит, интересующую программу выбирает и подаёт заявку на обучение. И в течение трёх дней он должен подойти в центр занятости, то есть это в городе Якутске, как я сказала, фронт-офис «Моя работа» по Петру Алексееву, 19, да, и приходит, должен пройти, то есть получить профессиональную услугу, да, профессиональную ориентацию. И потом, значит, подтверждается заявка на обучение, и здесь он должен предъявить вот свой документ, да, допустим, если он является вот ветераном боевых действий или вот из членов семьи погибших или умерших участников спецвоенной операции и так далее, да, он показывает своё удостоверение. И мы тогда, значит, вот заявку одобряем, и отправляется данная заявка. И при получении этой заявки образовательной организации в течение семи рабочих дней они одобряют эту заявку и зачисляется после одобрения заявки в течение десяти рабочих дней. И может тогда человек уже обучиться. Ну, конечно, тоже возникает вопрос, сколько стоит это обучение, да и сколько раз можно пройти такое обучение? Обучение через национальный проект демографии абсолютно бесплатно, да, и может один раз только обучиться по данному проекту демографии. Если, допустим, человек, допустим, с 21 года уже обучился, то он уже не может в этом году обучиться, к сожалению, да. Или, допустим, он был отчислен, да, за неуспеваемость или непосещение, то, к сожалению, тоже уже новую заявку не может подать. Даётся всего один раз. Да, всего. Ну что ж, а вот для данной категории граждан есть ли вот квотирование рабочих мест? Наверное, всё-таки существует. Да, квотирование рабочих мест есть. Вот как раз 3 мая прошлого года были внесены изменения в закон Республики Саха-Якутия о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. И вот как раз, значит, 28 февраля этого года, да, вышел приказ Государственного комитета Республики Саха-Якутия о квотировании, ой, о распределении квоты организациям-работателям Республики Саха-Якутия на 2024 год, да. И вот благодаря вот этому приказу, этому распределению в городе Якутске подлежать 207 организаций, должны квотировать рабочие места как раз этой категории граждан, 441 рабочее место должны создавать или выделить. Вот, то есть, значит, квотироваться должны эти рабочие места для данной категории граждан, как участникам СОО, так и членам их семей, и также и инвалидам. Ну, конечно, надо учитывать, наверное, и другую сторону, работодатели, да, они ведь тоже, наверное, где вот трудоустроены, скажем, да, участники СВО или члены их семей, или планируют трудоустроиться, вот, и, конечно, приравнены к ним тоже лица, как поддержка их, работодателей, производится. Ага, также есть вот с 21-го года, да, вышло постановление правительства Российской Федерации от 21-го марта 21-го года номером 362-м о государственной поддержке работодателям, юридическим лицам, да, или индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, которые трудоустраиваются, вот, как раз категория граждан. И в прошлом году также были добавлены категории, это ветераны боевых действий и члены их семей, погибших и умерших участников специальной военной операции, и инвалиды также добавились. И когда принимает работодатель, возмещается в течение, вот, если работает на постоянной основе, да, и на полную занятость, то ему размер, значит, субсидии составляется минимальный размер оплаты труда, увеличенный, это на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент, и это всё умножается на количество людей, которые трудоустроились, да, вот, как раз из этих категорий граждан. И это примерно, значит, вот на один месяц, если взять, где-то 35 тысяч 74 рубля. То есть, и здесь возмещается тремя частями, по истечении первого месяца, по истечении третьего месяца и по истечении шести месяцев, да, и получается, где-то больше 105 тысяч может получить работодатель, вот, если он трудоустроит эти категории граждан. Поэтому есть государственная поддержка, поэтому и работодатели могут трудоустраивать и подать заявку вот через службу занятости. Скажите, пожалуйста, а вот все ли работодатели идут навстречу всё-таки, да, вот к тем, кто устраивается на работу, тем, кто участникам СВО, членам их семей? Есть какие-то, может быть, нарекания? Вообще идут навстречу, надо сказать, да, когда мы направляем, допустим, человека, самое главное желание гражданина, чтобы трудоустроиться, да. Но в первую очередь, когда к нам они обращаются, они, естественно, значит, многие не имеют никакой профессии, поэтому мы их обучаем, потом они профессию получают и после этого трудоустраиваются, да. И вот здесь вот, и вот эта вот государственная поддержка, она также идёт под спорьем, допустим, чтобы возместить все, ну вот хотя бы частичную, да, значит, заработную плату, которую он будет платить. Вот эти вот 105 тысяч на одного работника, тоже есть такое стимулирование. Да, вот есть вот государственный фонд «Защитники Отечества», вот как вы взаимодействуете с этим фондом? Вот как открылся в прошлом году, да, вот государственный фонд «Защитники Отечества» создали рабочее место для нашего инспектора службы занятости, для того, чтобы прямо вот когда обращаются туда участники специальной военной операции и члены их семей, да, тот же непосредственно, чтобы тоже получил консультацию и информацию о государственных услугах службы занятости. И вот с момента открытия к нам, значит, вот тоже вот обращаются, консультируются, тот же инспектор показывает им, какие есть вакансии, помогает также подавать заявления на поиск работы, на профессиональное обучение, да. Поэтому, значит, здесь всё на месте это осуществляется. Ага, и также разработан в этом году план совместной работы. И вот у нас была встреча вот с социальными координаторами, и мы обсудили план полностью, да. И также вот по поручению нашего директора Розы Семёновны Олисовой был создан семейный клуб «Свои». И вот это также в рамках года семьи, года детства, да, и также по исполнению поручения нашего главы республики Асина Сергеевича Николаева. Так, Марина Торфимовна, скажите, вот в этом плане, который мы только что сейчас сказали, вошли проведение вот ярмарок, вакансий? Да, обязательным образом, да, они вошли. И вот буквально завтра, 21 числа, с 10 до 12 мы проводим в здании Государственного фонда защитника Отечества ярмарку вакансий. Это специализированная ярмарка будет, специально для участников специальной военной операции и членов их семей. И мы всех приглашаем подойти вот на эту ярмарку. Будут там более 20 работодателей, да, которые собеседование тут же не проведут. И мы будем также консультировать о своих услугах. Записываться могут они также на профессиональное обучение и могут взять консультацию о предпринимательской деятельности, если хотят открыть свое дело. А вот ярмарки-то не свободные, все могут там участвовать, да? Да, вход свободный, все бесплатно. Мы проконсультируем, также мы поможем составить вот резюме. Резюме, да. Ага, и вот тем людям, которые придут. И все люди, которые вот обратятся к нам завтра, они могут подать свое резюме и оставить даже у работодателей, те, которые будут участвовать. То есть, значит, это мероприятие, думаем, что принесет результаты по трудоустройству данных участников специальной военной операции и членов их семей. Ну, наверное, и в завершение нашей сегодняшней передачи, Мария Трофимовна, хотелось бы, конечно, узнать адрес нахождения вашего управления, да, центра занятости, населения, городских округов, в общем. Ну, если можно, конечно, контакты какие-то. Пожалуйста. Вот фронт-офис «Моя работа» в городе Якутске находится Петра Алексеева, 19, дробь 3. Можете туда подойти, да? Либо вот участники специальной военной операции и члены их семей могут обратиться также в Государственный фонд Защитника Отечества по улице Аюнского, 41, дробь 1. Мы там также работаем. Наш инспектор там сидит на постноярной основе и может тоже полностью все государственные услуги там могут получить. И люди, которые обращаются как раз в Государственном фонде. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, я хочу сказать Марии Трофимовне спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче. Напомню, у нас сегодня в студии была Мария Трофимовна Слепцова, руководитель управления занятости населения городских округов города Якутска и поселок Жатай. Я думаю, что завтрашняя ярмарка будет, конечно, очень, наверное, скажем, массовая. Обычно люди всегда часто приходят, и их активность проявляется там, наверное, скорее всего. Да, абсолютно верно. Те люди, которые обращаются, они получат полную информацию. Ну что ж, на этом наш первый блок подошел к концу. До свидания, уважаемые телезрители и радиослушатели. Встретимся во втором блоке. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь продолжаем нашу передачу «Якутск. Сегодня». У нас в студии Василий Васильевич Месников, специалист и наставник движения «Первых», куратор всероссийского проекта «Вызов первых». Здравствуйте. Здравствуйте. И Лев Варламов, учащийся девятого класса, школа номер 31, победитель муниципального этапа «Вызов первых». Здравствуй. Добрый день. Уважаемые слушатели и телезрители, если будут какие-то вопросы к участникам передачи, то, пожалуйста, набирайте телефоны. Номера, напомню, 32 00 66 и 32 11 66. Василий Васильевич, ну, к вам, наверное, первый вопрос, конечно. Вот расскажите немножко нашим телезрителям и радиослушателей о создании вот этого движения «Первых». Так, ну, в 2020 году на одном из мероприятий, где собрались со всех регионов России дети и молодежь, одна девочка, она выступила, она, кстати, из Луганской была, выступила с таким предложением о создании какого-либо сообщества детей и молодежи, где они вместе бы как бы общались, да? В результате чего появилась идея создания так называемого «Движения первых». Это практически аналог того самого из нашего детства, который, да, когда был пионерия, комсомол, когда мы октябрятами были, да? Это в совокупности, но уже как бы в современном виде вот такой вот проект появился. Хорошо. Ну, это ведь всероссийский проект. Да, это всероссийский проект, уже есть федеральный закон даже об этом проекте, и поэтому мы сейчас осуществляем этот федеральный закон. А из чего он состоит, этот проект? Какие там направления, скажем, какие-то есть накрылья, да, этого проекта? Ну, проект этот работает по 12 направлениям различных, различных направлений. Ну, это такие, как образование, наука, искусство, спорт, туризм, патриотизм, ну и так далее. 12 таких направлений. И по каждому из направлений определенные проекты существуют. И мы специалисты, мы являемся специалистами регионального отделения. У нас в регионе в своем тоже вот этот проект работает. И отрабатываем вот эти вот так называемые проекты, очень интересные для детей и для молодежи. Так, а как и, значит, и где проходят отборочные туры, да? Кто участник и когда, ну, наверное, будет региональный этап? Что он из себя представляет в начале, конечно? Ну, в частности, наверное, мы сейчас говорим о проекте «Вызов первых», да? Да, «Вызов первых», конечно. Вот, по вызову первых, это у нас, скажем, в три этапа идет, да? Это муниципальный этап, это когда внутри населенных пунктов и районов идут состязания. Отобранные команды в региональных этапах, то есть, как бы, чемпионы района, да, так называемые, они уже получают право на участие, то есть, путевку на право участия в региональном этапе, то есть, в республиканском. Победители этого этапа уже едут в город Москву на, как бы, финал этой игры, который состоится летом, в июне месяце. Ну, там у нас период времени указан, да, май-июнь, нам уточнят, в какое время, куда, когда, где приехать. Ну, команды, четыре команды будет. Почему четыре? Потому что игра разбита на четыре возрастные категории, то есть, это дети от шести до девяти лет, от десяти до двенадцати лет, от тринадцати до пятнадцати и от шестнадцати до восемнадцати лет, разбиты по четырем категориям. Ага, ну, мы сейчас говорим о оригинальном этапе, да, вот этого проекта. Так, ну, оригинальный этап. На оригинальном этапе у нас отобрано сорок пять команд со всей республики. Ну, в различных возрастных категориях, конечно, там по-разному идет, да, где-то девять команд, где-то двенадцать команд. И вот двадцать пятого, двадцать шестого числа мы в двух школах города Якутска планируем провести этот региональный этап. Это у нас младшие группы будут соревноваться в АИК и ГАТА, а старшие группы, вот третья и четвертая группы, они в центре глобального образования. То есть это в районе десяти третьего микрорайона проведем состязание. Каждая категория, она соревнуется по восьми видам спорта. То есть по восьми дисциплинам. Да, нельзя сказать, что... По восьми дисциплинам, да. Ну, это, в общем-то, спортивный этап, скажем так. Практически, да, спортивный этап. И что интересно, да, это такие дисциплины, как, ну, те самые дисциплины, которые мы в школах, да, когда во время перемен выходили отдыхать и играли друг с другом. Да, это вот такие, как классика, эстафета, бег сороконожек, там, да. Ну, челночный бег и прыжки в длину с места, это уже от готовой идет, да. Вышибалы, когда мы мячиками друг друга кидали, да. Спортивная скакалка идет, подтягивание идет. Сейчас уже современный вид спорта, это планка, да, раньше такого не было. Метание мячей в цель, гимнастика, это тоже из разряда ГТО нормативов. И новый вид, который сейчас по всей России начинает развивать обороты, это регби. В данном случае бесконтактная регби, мы ее называем тэк-регби. Вот, это очень интересный, как бы, вид спорта, новый вид спорта, очень азартный. Дети, когда играют, ну, там очень интересно бывает. Ну, в общем, такие двигательные, скажем, да, дисциплины, которые действительно... Вот Лев у нас, Варламов, учится в девятом классе, школа номер 31, как я уже говорил. Лев, ты победитель муниципального этапа, вызов первых. Вот, пожалуйста, расскажи немного о себе, если можно, да, и вот в каких дисциплинах ты принял участие, как стал победителем, в общем-то, и о своей команде немножко. Пожалуйста. Да, ну, как уже представили меня и Лев, Лев Орламов, ученик девятого класса, 31-й школы. Участие в этом проекте для меня значит очень многое, потому что этот проект очень популярен в нашей стране, в нашей республике. Сейчас он очень популярен, очень продвигают его, и участие в этом проекте – большая честь. Я сам участвовал, как уже сказали, в четырёх дисциплинах из восьми. Это такие дисциплины, как планка, воздушно-силовая атлетика, метание мяча в цель и прыжки в длину с места. Планка, ты имеешь в виду прыжки, да, видимо? Нет, планка – это новый вид спорта, когда ты становишься как на подтягивании, да, как на отжимании, да, только руки на локти ставишь, и ты должен устоять. Если немножко чуть-чуть опустишь, как бы, спину, всё уже считается, ты выбыл. Ты должен вот так вот. Ну, и в сумме, например, четыре… Вот такая чисто физическая, да, скажем так. Да, да, четыре ребёнка, две девочки, два мальчика соревнуются, да, и суммируют общий балл, какая команда дольше всех простояла. Вот та и побеждает. Ну, о команде немножко, Лев, расскажи, пожалуйста. Да, в команде у нас четыре девочки, четыре мальчика. В каждой дисциплине участвует разное количество мальчиков и девочек. Допустим, вот в планке участвовало две девочки и два мальчика от команды. В воздушно-силовой атлетике там уже личный зачёт, то есть по одному человеку от команды. Также была такая дисциплина, как вышибалы. В вышибалах также участвуют четверо, двое мальчиков, двое девочек. И при этом остальные участники команды подают мяч в игру, чтобы мяч не ушёл противоположной команде. Лев, ну ты вот до этого, наверное, тоже как-то занимался, да, физкультурой, скажем так. Всё-таки, ну понятно, в школе это было, да. А так вот чем-то спортом маленьким занимаешься? Да, я занимаюсь спортом с четырёх лет. Я профессионально занимаюсь дзюдо. Дзюдо? Дзюдо, да. Какой разряд у тебя, если есть? Зелёный пояс, третий Q, второй юношеский разряд. Второй юношеский разряд. Достижения есть какие-то, да? Достижения есть. Да, я становился чемпионом республики. Не раз становился чемпионом города Якутска, первенства города Якутска. И также состоял в сборной республики Саха-Якутия по дзюдо, также и по самбо. И выезжал на первенство Дальневосточного федерального округа. Также там представлял нашу республику. Но, к сожалению, высоких результатов не показал. Ну ничего. Самое главное участие, с одной стороны, правильно ли? Согласись со мной. Ага, скажи, пожалуйста, а вот всё-таки теперь региональный этап у вас будет предвидеться. Там, наверное, тоже соберутся одни из сильнейших, конечно. Там вот придётся, конечно. Как-то вот настраивайтесь сейчас на победу, наверное, скорее всего. Да, конечно, мы настроены на победу. Сейчас усиленно тренируемся. Сейчас каждый работает по своей дисциплине, чтобы показать как можно лучший результат, чтобы в дальнейшем уже поехать на финал, этого проекта на всероссийский этап. Ну вот движение первых, да, всё равно ты вот и состоишь в этой... Что даёт тебе это вообще? Для тебя? Ну, для меня лично... Что тебя привело в это движение, да, скажем, первых? И потом всё-таки вот это участие твоё? Да, ну, в первую очередь, это... В муниципальном этапе. ...хорошие результаты в спортивных показателях. Потому что отбираются лучшие ученики со школы. Ну, да, конечно, то, что я с детства занимаюсь спортом, хорошо повлияло на мои показатели. И в дальнейшем я не собираюсь останавливаться в спорте. И, ну, спорт — это жизнь, без спорта никуда. Поэтому меня и отобрали в команду. Понятно. Вот скоро у нас вот тоже осталось совсем немного времени до начала седьмых, да, международных спортивных игр «Дети Азии». То есть у тебя есть какая-то мечта, наверное, всё-таки принять в этих играх? Да. Что-то есть такое сокровенное? Конечно. Очень было бы интересно поучаствовать в этих играх, потому что международные игры — это очень высокий уровень. Мне предлагали участвовать. Вам предлагали уже, да? Мне предлагали, да. Я попадал в сборную, отбирался. Но так как я не собираюсь связывать в дальнейшем свою жизнь с данным видом спорта, я сделал упор на учёбу... Каким видом спорта? Дзюдо. Дзюдо. А ну конкретно? Не собираюсь связывать с этим видом спорта жизнь. И сделал упор на учёбу. Потому что, участвуя в данных играх, нужно полностью сконцентрироваться именно на спорте. И, так скажем, как бы это странно не звучало, забыть об учёбе. Потому что, чтобы показать хорошие результаты на соревнованиях такого уровня, нужно готовиться очень усердно и работать, не останавливаясь. Да, действительно, это так, конечно. Учёба в первую очередь. Вот, учиться, учиться, ещё раз учиться, как говорится. Да, там уже будет видно. Василий Васильевич, всё-таки, конечно, вот эти вот муниципальные этапы, участники, это, наверное, такие взрыв эмоций, да, всплеск, скажем так. Какие-то главные эмоции, конечно, можно подчеркнуть, да, наверное, у участников? Да, конечно, мы всегда видим радость детей, азарт. Это же, как бы, каждый ребёнок болеет за свою команду. Но на это только посмотреть надо. Столько много энергетики получаешь от того, как дети соревнуются. Да и сами они довольные, заряженные уезжают, уходят, да. Ну, и уже планируют дальше больше, лучше заниматься, как бы, спортом, да, чтобы достигать лучших результатов. Ну, ваша цель какова вообще, Василий Васильевич? Наша цель... То есть, привлекая вот наших детей, вот, школьников. Вообще, как бы, цель нашей общей, да, нашего общества, наверное, взрослого общества, да, это здоровая нация, наверное, да, чтобы каждый гражданин, каждый человек, который живёт в нашей стране, был здоровым физически и морально. Для этого, конечно же, движение, движение – это жизнь. Поэтому спорт – это прежде всего. Конечно, вот, как Лев говорит, учёба, она очень важна. Но движение и спорт, оно тоже... Должны рядом идти. Рядом идти, да, параллельно должны идти. Да, и правильно Лев говорит, что в первую очередь надо получить образование. И после этого, ну, спортом можно в любом возрасте заниматься. На самом деле, да. Ну, конечно, вот проводятся различные спорты, так я даже, скажем так... Вот, кстати говоря, Василий Васильевич, вот, я знаю, что, вот, видимо, возрождаться будут или возрождаются уже игры военно-спортивные наши, Зорница. Зорница, да. Которые в своё время, вот, скажем, наши годы, это было действительно на высоте. И мы там многие мальчишки, девчонки того времени, я лично не понимал, но сейчас, к сожалению... Мечтали попасть в команду Зорница, да, и мы играли в Зорницу. Да, она вот всё-таки в этом движении первых, она как-то... Да, естественно, в одном из направлений, да, нашего движения первых по патриотизму, у нас есть проект Зорница 2.0. Да. Раньше мы, когда с Зорницей играли, до движения первых, мы каждый регион или каждая организация, которая придумывала игру, мы свои правила устанавливали и играли, да. То есть это не обязательно, вот, как мы в детстве, в советское время играли, погоны срывали, там, да, 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 ну вот так. По карте бегали. Немножко по-другому всё. Каждый как представляет, так и организовал работу, да. Сейчас в новом виде Зорница 2.0 уже на федеральном уровне организовано уже положение, виды, какие должны будут быть. Они распределены у нас на несколько этапов. Есть отборочный этап, потом идёт муниципальный, да. То есть внутри школ сначала делают, отбираются команды, которые в муниципалитете, то есть в районе будут соревноваться. После этого победители этих муниципальных соревнований получают право принятия участия на региональном соревновании, после чего уже зональные соревнования. А зональные это у нас в городе Хабаровске будут. Там немножко дисциплины уже меняются и едут туда на зональные только старшие группы, такие добавляются, как огневой рубеж и лазертак. Ну, то есть стрелялки вот эти, да? Да, да, да. А победители зонального уже выезжают на финальные игры уже в город Москву. Ну, возможно, на Москву, скорее всего. На всероссийские, скорее всего. На всероссийские, да. И там тоже добавляются ещё дисциплины. И в результате там на вполне таком серьёзном уровне игры проводятся. Там есть такие дисциплины, как выживание в дикой природе, например. Вот видите, когда... Вот раньше было ориентирование, скажем, там, на местности и так далее. Это есть. Ориентирование на местности обязательно есть, умение пользоваться картой. Обязательно, да. Спортивные состязания есть, общевойсковые знания есть, то есть там ответы на вопросы какие-то там, то есть ты должен знать, какие звания, какие там виды войск существуют. Ну, помимо этого, обязательно это строевая подготовка, вот. Дисциплина – это самая основа, как бы, армии. Для будущих мужчин, для будущих защитников Родины. Да, да, да. То есть и в команде присутствует 10 детей, да, участников. Из них 8 мальчиков и 2 девочки должно быть. Ну, в общем, вот в этом начале лета, наверное, где-то обычно в июне, да, проводят? Ну, у нас муниципальные этапы уже проводятся в районах, а региональный этап планируем провести в конце апреля. В конце апреля уже, да? Да, и уже дальше уже зональные, а потом уже финальные игры будут. Финальные игры будут. Это, по-моему, до августа у нас было, честно, если... Ну, хорошо, что, конечно, возрождается то, что было раньше, да, в наше время, в советское время, всё-таки для вот учащихся молодёжи, да, вообще для молодёжи, что это очень радует, конечно. И всё-таки, Василий Ильич, ну, чтобы, вот, вы сказали, вот, у нас где-то, наверное, минута, там чуть больше осталось, обращаясь к нашим телезрителям, радиослушным, что бы пожелали? Особенно молодёжи, скажем. Да, молодёжи, ну, хотел бы, конечно же, пожелать удачи, крепкого здоровья. А крепкое здоровье – это занятие спортом, наверное, да? Чем больше спортом занимаетесь, тем меньше пилюли, уколов и лекарств принимаете. Вот. Обязательно, конечно же, надо быть внимательным ко всем окружающим, к своим близким. Самое главное – это учёба, потому что патриот, он должен быть всесторонне развит. И патриотизм, он, да, естественно, военный патриотизм это есть, да, но самое главное – патриот – это тот, который продвигает свою страну. Он должен гордиться своей страной и поднимает свой регион и страну. Спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наша сегодняшняя передача «Якут сегодня» подошла к концу. Я говорю всем участникам и вам, уважаемые телезрители и радиослушатели, за наш просмотр сегодняшний вёл редактор. Продолжение следует...